В последний день календарной зимы завершился заключительный тур первенства города по футзалу, определивший победителя. Чемпионом этого сезона стала команда ДБТ, которая в заключительной встрече более чем уверенно переиграла Dream Team со счетом 11-2. Благодаря этой победе игроки ДБТ смогли сохранить лидирующую позицию, оставив позади неоднократного чемпиона Даугавпилса ЛДЗ Карго. По словам организатора первенства Андрея Сипа, этот сезон стал одним из самых интереснейших и интригующих. Провожу уже эти все 18 лет все соревнования в городе, ну один из таких, то есть до последней игры все время были, ну неизвестно было кто какое место, кроме шестого места все боролись за что-то, да. И несмотря на то, что в принципе последние игры, самый последний тур, который там много чего решал довольно-таки, ну одна команда была на голову сильнее остальных, то сыграли 56 игр. И, ну не знаю, ну я думаю, самый главный показатель того в городе, что сколько ходило болельщиков. Правда, ложка дегтя все же была добавлена и как раз на церемонии награждения команд. Мы специально даже в этом году пошли на то с представителем Комар, что решили, что играть может все желающие, да, кто несет заявку. И у нас немножко произошел инцидент, честно говоря, сколько я провожу, да, такой первый раз и такой осадок очень нехороший. Честно говоря, не для меня, не то что это. Для команды ЛДЗ «Карго» не вышло награждение, потому что они заняли второе место с каким-то липовым протестом, что играл незаявленный футболист в предпоследнем туре команды «Дрим Тим» – это Владислав Куракин. Я думаю, все знают, что Владислав Куракин – это вратарь БФЦ «Даугаклса». Все его знают в лицо, он играл с первого тура, после второго тура он был лучшим бомбандиром, он играл в поле все время. И в одной игре он стал ворота, когда они играли с «Карго». Эта команда проиграла игру, и, я не побоюсь, ребята, которые сами хотели идти на награждение, но потому что руководство им сказало, чтобы они ни в коем случае не шли, это приказ, да. Но мы проводим, честно говоря, я люблю футбол, да, себе. А некоторые люди, я не знаю, руководители, может их нельзя сказать, любят себя в футболе. Но если он любит футбол, кому он сделал, и он просто, ну, болельщикам так, грубо говоря, плюнули в лицо, чтобы они не вышли на награждение. И если они сделают для кого-то для себя, это лучше, ну, бог им судья. Несмотря на такие инциденты, организаторы не собираются отказываться от идеи проводить соревнования. Поэтому через несколько месяцев они приглашают болельщиков на чемпионат города по футболу. А следующей зимой вновь проведут уже 19-е по счету первенство Даугавпелса по футзалу. 1 марта ДФЦ «Даугавпелс» провел свою первую игру четверть финала высшей латвийской лиги по футзалу. Соперником нашей команды стала Райта, которая по итогам регулярного чемпионата заняла седьмое место. Эта встреча прошла на площадке Даугавпелского олимпийского центра, и назвать ее легкой точно нельзя. Напряжение царило на протяжении двух таймов. Обе команды боялись допустить ошибки, которые могли бы привести к поражению. И все же мастерство Даугавпелса сыграло свою положительную роль. В первом тайме капитан команды, играющий тренер Вадима Томуняков, забивает первый гол ворота Райты, а во втором тайме Ричард Тращевский увеличивает отрыв до двух мячей. В последние пять минут игры соперники сняли в ротаре и добавили пятого полевого игрока. Но этот шаг не помог Райте выиграть. Спасибо огромное болельщикам, которые сегодня очень-очень помогли нам с поддержкой. И огромное им спасибо. Но что я хочу сказать о игре. Мы, конечно, разбирали соперника. Мы с ним играем уже третий раз. И второй раз обыгрываем дома. Готовились к нему. Я думаю, из всех пар, четырех, которые в плей-оффе, мы довольно-таки самая сильная, я считаю. И не зря соперник приготовил для нас сюрприз, поменяв практически весь состав. Новые игроки добавились из большого футбола. Они так, наверное, готовились, чтобы действительно дать бой нам. По игре претензии были к нападающим защитникам. Но наш голкипер Евгений Неругал сыграл просто блестяще. Неоднократно на протяжении матча он чудесным образом спасал ворота Даугавпилса. По словам Вадима Томунякова, дома играть проще. Ведь из зала все время идет поддержка многочисленных болельщиков. Но впереди у команды ответная встреча на выезде. И там будет сложнее. Я думаю, в день 8 марта, где планируется эта игра в Риге, я думаю, мы своим женам и болельщицам сделаем сюрприз, победив в ответной игре. Я надеюсь, и мы приложим все силы к этому.